Далее моя коллега коротко расскажет о других новостях в Сахалинской области, заслуживающих внимания. В Южно-Сахалинске начались подтопления в период таяния снега. В администрацию поступил ряд обращений от жителей СНТ «Малинка-2» и «Труженик». Вода пришла на участки. Оперативно на место выехали представители мэрии. Канава, которая постоянно ведет воду через себя в дожди, в таянии, ну и, видимо, в обычные дни, проходит через дачные участки. Что на самом деле не совсем правильно, поскольку к канаве должен быть доступ техники для того, чтобы ее можно было обслуживать, она не должна быть захламнена, закрыта какими-то объектами. Собственники участков должны поддерживать канавы в рабочем состоянии. Вместе с тем город готов оказать содействие в случае, если жителям СНТ это требуется. Так, техника завода Федотова не только выполнила работы по очистке системы водоотведения вдоль муниципальной дороги, проходящей через «Малинку-2», но и помогла товариществу. Спецмашины вскрыли часть канав и выпустили воду. Специалисты регионального управления МЧС провели тренировочные полеты на аэродроме «Пушистый». Спасатели использовали для этого беспилотник «Суперкам-С-150». В полете отработали упражнения согласно временного курса летной подготовки. отработали без происшествий. Летное время составило один час. Сотрудники МЧС используют беспилотные летательные аппараты для непрерывного мониторинга потенциально опасных и пострадавших районов. В Южно-Сахалинске проверили готовность служб к пожароопасному сезону. В смотре сил и средств приняли участие 15 единиц техники и более 50 человек. Принципиально техника готова, оборудование в наличии, персонал обучен. Жители Южно-Сахалинска призывают соблюдать правила пожарной безопасности, находясь на природе. Памятка по поведению в лесу размещена на сайте администрации. В островной столице продолжают приводить в порядок подъезды многоквартирных домов. В планах отремонтировать не менее тысячи объектов. Сейчас работы выполняет ЖУ-3 в одном из подъездов дома номер 29 по улице Амурской. С начала года мы отремонтировали порядка 10 подъездов. Еще осталось в плане у нас на этот год 60 подъездов. Это где-то 10-12 домов. Как и в прошлом году, работы ведутся по нескольким направлениям. Ремонт может быть выполнен в рамках тарифа управляющей компании. Также УК могут получить субсидию из бюджета и возместить часть затрат на ремонт.